15 числа каждого месяца в своем почтовом ящике мы находим извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Проще говоря, жировку. В ней подробно расписаны тарифы, расчетная стоимость, показания потраченной воды и других услуг. Но прежде чем она попадает к нам в руки, она проходит долгий путь. Какой? Сейчас узнаем. Ради того, чтобы жировка вовремя попала к собственнику квартиры, в Минске трудится 43 расчетно-справочных центра. Весь процесс начисления платы трудоемкий, поэтому участие в нем принимают все филиалы и отделы. Начнем с того, что любой дом, который вводится в эксплуатацию, должен попасть в систему единого информационного пространства. Для этого обозначаются все его технические параметры и характеристики. Затем производится открытие лицевых счетов, вводятся данные, выносятся сведения о количестве зарегистрированных граждан, о метраже жилых помещений, о наличии приборов учета. Также в расчетно-справочные центры попадает информация о смене собственника, изменении метрожа жилого помещения, перепланировке или замене приборов учета, потому что все эти параметры влияют на начисление оплаты. Информация эта предоставляется от поставщиков услуг и от самих граждан. В тех случаях, когда имеются какие-либо расхождения, либо имеется основание предполагать, что внесенные данные не совсем корректны, такое может случиться, например, в случае, если гражданин при оплате за жилищно-коммунальные услуги некорректно подал воду. Специалисты расчетных центров связываются с гражданами, уточняют показания. Если происходит какая-либо ошибка в виде сбоя, либо показания совершенно не соответствуют, возможно, была замена приборов учета, в этом случае требуется связаться с тем же поставщиком услуги. Каждый поставщик услуг знает, в какие сроки и в каком виде он должен предоставить информацию для начислений. И только когда все данные будут внесены в лицевые счета, с 15 числа текущего месяца по 7 число следующего месяца начинается их проверка в самом филиале. Работники жилищно-коммунального отдела перепроверяют определенными действиями в системе АИС расчет ЖКО те тарифы, которые применены для начисления услуг, те периоды действия договоров, которые обозначены, другие параметры. В случае выявления, опять же, расхождения, производится уточнение, причем при этом могут обрабатываться многочисленные количества лицевых счетов. С учетом того, что по городу Минску более 800 тысяч лицевых счетов, данная работа достаточно кропотливый труд. Если же тарифы на коммунальные услуги меняются, и это происходит не с первого числа месяца, то и расчет по новым ценам будет производиться лишь после этой даты. Важный момент. Расчет услуг производится в системе автоматически, но даже эти данные нужно самостоятельно перепроверять. Проверкой занимается, опять же, комплексно всем. Занимаются работники расчетно-справочных центров жилищно-коммунального отдела, абонентского центра информационных технологий. Подлежат расчету и безналичные жилищные субсидии. Тут учитывается все. Технические параметры и характеристики жилых помещений, сведения о гражданах, которые проживают в квартире, о наличии у них оснований для предоставления льгот и многое другое. После расчета уже безналичных жилищных субсидий, проверки данного расчета, сведения об окончании расчета в целом по филиалу передаются в Центр информационных технологий. В данном отделе происходит дальнейший расчет СУМПИНИ, также различные внутренние действия работы системы, которые должны в дальнейшем послужить для формирования файлов для печати извещений. Формированные файлы попадают в типографию. Процесс печати извещений может занять до пяти суток. Весь процесс печати сопровождается тем, что один из работников отдела сектора печати и обработки платежей Центра информационных технологий постоянно присутствует при печати. Это делается для того, чтобы контролировался процесс качества печати, а также сохранение конфиденциальности данных. После окончания печати извещения формируются по районам города Минска и в дальнейшем должны быть доставлены в расчетно-справочные центры по территориальной принадлежности. Из расчетно-справочных центров жировки поступают в службы доставки, а она уже доносит их до наших почтовых ящиков. При этом у каждого есть возможность получить квитанцию на оплату в электронном виде по причине сломанного ящика или нахождения за пределами нашей страны. Вероника Кудренецкая, Сергей Курков и Николай Апетенов прошли весь путь жировки от расчетно-справочного центра до почтового ящика специально для программы «Утро» студия хорошего настроения.